Здравствуйте, здравствуйте, ребята! Как ваши дела? Меня зовут Богатейщий Ди, сегодня я на подъеме, потому что все то, о чем мы говорили, становится реальностью. Я получаю подтверждение тому, о чем я так давно спекулировал, прямо сейчас. Не все так быстро, начнем с самого начала. 18 часов назад впервые в истории китайский цифровой юань был использован для сделок на внутреннем фьючерсном рынке. Это означает, что развитие цифрового юаня ускоряется, и его принятие может изменить многое. Китай стремится использовать цифровой юань для интернационализации собственной валюты, используя его для международных платежей. И хотя Народный банк Китая отнекивается и говорит, что цифровой юань – это исключительно внутренний рынок, на самом деле главной целью является, конечно же, интернационализация юаня. И в этом случае Китаю необходимо подвинуть своих конкурентов, что логично, а пользователя отвадить от альтернативы любым способом. Альтернативой цифрового юаня является не только цифровой конкурент другой страны, например, Соединенных Штатов, но также и приватные криптовалютные проекты, биткоин, эфириум и так далее. И если совсем недавно именно цифровой юань называли альтернативой приватной криптовалюте, то теперь все наоборот. Сегодня Китай ополчился против биткоина и криптовалюты. Ради чего он это делает? Ради продвижения своей собственной цифровой валюты. Мы вполне можем увидеть в будущем подобные действия в исполнении и других центральных банков, других стран, которые работают над своими цифровыми валютами. Цифровым долларом, цифровым евро и даже цифровым рублем. Каждый центральный банк стремится к тому же, чего хочет достичь Китайский банк. Интернационализация собственной цифровой валюты, усиление ее международной конкурентоспособности и, как следствие, рост влияния той или иной страны на политической и финансовой международных аренах. Конечно же, для устранения альтернатив государственному цифровому платежному средству нужно как минимум отвадить потенциальных пользователей от альтернативы, объявить криптовалюты незаконными, сказать, что это уголовно преследуемое преступление, что криптовалюта это рискованно опасно и так далее. Ну и, конечно же, не забыть запретить криптовалютные биржи или хотя бы ограничить их деятельность на территории страны. Так, например, 25 сентября Binance пришлось ограничить новые регистрации пользователей на сухопутной территории Китая. Хобби, еще одна криптовалютная биржа, у которой очень большой трафик в Китае, тоже пришлось ограничить, даже остановить регистрацию китайских резидентов. И, как мы видим по транзакциям, в этот день с Хобби выводили тысячи биткоинов на сотни миллионов долларов. Интересно, что люди не продавали биткоины, а именно выводили их, скорее всего, на какие-то сторонние кошельки. Возможно, это и стало причиной, почему биткоин резко за один час вырос на три тысячи долларов. Казалось бы, это все носит только негативный характер для криптовалюты. И меры Китая, предпринятые им для достижения своих целей, вполне себе успешны. А если сюда добавить потенциальные будущие телодвижения и других центральных банков, тогда и вовсе можно опечалиться. Однако, у этого всего есть неожиданный эффект. Точнее, для многих он был неожиданным, но мы уже несколько месяцев предполагали его на этом канале. Мы говорили о том, что регулятивный шок криптовалютных бирж может привести к росту децентрализованных бирж, так называемых ДЕКСов и их токенов, что самое главное. Дело в том, что за последние 24 часа на фоне Китая и его запретов объемы торгов на децентрализованных биржах выросли на 25, 45, 163%. Скорее всего, за счет практически только лишь китайской аудитории. А что касается нативных токенов этих бирж, они тоже дали как минимум 30-50% роста за сутки. Мы покупали Суши Свап 2 дня назад и сегодня уже получили 30%. Поздравляю! Не это ли является подтверждением всего того, о чем мы спекулировали, что регулятивный шок для децентрализованных криптовалютных бирж будет толчком к росту? И чем сильнее будут гнобить централизованные криптобиржи, тем больше будут расти децентрализованные. Теперь давай посмотрим на сайте SimilarWeb источники трафика для различных бирж, Binance, Huobi, Kucoin. Мы видим, что значительный трафик эти биржи черпают из Турции, России, к которой можно добавить Украину, Беларусь, Казахстан и другие бывшие советские республики. А также Китай, США и Иран. Что объединяет эти страны? Я не хочу никого политически оскорбить. Да и мне плевать на политику, но очевидно, что даже в США сейчас авторитарный режим, как ни странно. Ведь в Штатах уже запретили тот же Binance для резидентов. В России, Китае, Турции, Иране тем более авторитарные режимы. Добавим сюда еще и арабские страны. Во всех этих странах рано или поздно может произойти то же самое, что и в Китае. Каждая авторитарная страна это потенциальный новый Китай для криптовалют и централизованных криптовалютных бирж. И когда это случится, это будет супер бычий тренд для децентрализованных бирж. Это будет огромным триггером для не менее огромного роста нативных токенов этих децентрализованных бирж. Это будут также и взрывы их торговых объемов. Дью Ай Ди Экс, Юни Свап, Пэн Кейк Свап, Суши Свап и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, китайские запреты это не страшно. Наоборот, это большие возможности, которые нам дают сейчас, чтобы мы потом могли сделать большие деньги. Меня зовут Богатейший Ди. И если видео было для тебя интересным или полезным, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Здесь мы каждый день говорим про криптовалюты. Поэтому обязательно подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok